Злокачественная меланома Метастазы бывают одиночными, что говорит о том, что вклад локальных методов лечения тоже здесь, конечно, присутствует. Что касается облучения всего головного мозга, про который уже несколько слов сказали, многие десятилетия оно было стандартным методом лечения при множестве метастазов в головной мозг. Эффективность его зависела от таких неспецифических, в общем-то, вещей, в основном как возраст, общий статус. И, к сожалению, если сравнивать его эффективность при, скажем, раке лёгкого, раке молочной железы и меланомы, то при меланоме его эффективность существенно ниже. Но вот здесь есть исследования разных лет на эту тему. Как видите, не очень радужная перспектива. Практически даже до пяти месяцев медианной выживаемости нигде не доходило. Ну и, кроме того, облучение всего головного мозга имеет неприятные побочные эффекты, основной из которых и самый часто встречающийся – это нейрокогнитивные нарушения. Ну вот некоторые исследователи пишут, что это уже через 4 месяца наступает от начала лечения, что, конечно, значимо для пациентов, но по другим данным это позже появляется, тогда это может быть менее значимо. Но в любом случае это всегда надо, вероятность таких последствий надо учитывать. Ну и вторая опция, которая при меланоме, на мой взгляд, конечно, имеет большие перспективы – это стереотоксическое облучение. Но здесь представлены классические показания, которые сейчас уже расширены. Что касается количества очагов, то по мере накопления материала, по мере совершенствования техники, по мере получения возможности облучения большего количества очагов стереотоксическим, оказалось, что, в общем-то, если мы облучаем пациентов с двумя или тремя метастазами, то с таким же успехом можем делать это и при, скажем, десяти метастазах, примерно с такими же показателями общей выживаемости. По общей выживаемости результаты получились одинаковые. Это исследование на смешанной группе пациентов, но все равно оно показательное. Но здесь состав технокома не исследуется. Как видите, меланома, которая попала здесь впрочью, опухоли ничем не выбивается из этого вывода. Что касается безрецидивной выживаемости и локального контроля, то, конечно, чем выше количество метастазов, вот видите, при трех метастазах локальный контроль шестимесячный, при меланоме был порядка 55%, то уже, если их было больше, то, к сожалению, всего лишь 30%. Поэтому, конечно, количество метастазов имеет существенную прогностическую роль. Что еще влияет на эффективность локального контроля при радиохирургическом лечении? Конечно, это подводимая доза. Чем она выше, тем, безусловно, мы получаем лучший локальный контроль. Это, конечно, не линейная зависимость, но корреляция здесь, безусловно, достаточно четкая присутствует. К сожалению, доза наша зависит не только от нашего желания далеко, а прежде всего от показателей безопасности. И уже есть устоявшиеся рекомендации на эту тему о том, что чем меньше метастаз, тем больше мы на него можем подвести безопасно дозу. К сожалению, при метастазах уже больше 3 см, доза всего 15 грей, она дает такую слабую надежду на длительный локальный контроль. Ну, здесь вы видите результаты радиохирургического лечения самостоятельного при метастазах. Головной мозг, они немножечко, конечно, лучше, чем облучение всего объема головного мозга, но все равно, конечно, нам бы хотелось каких-то более высоких показателей, безусловно. Ну, в общем, практически от 5 до 10 месяцев медианной выживаемости. Ну, вот здесь наш такой, я считаю, что все-таки достаточно скромный опыт. Порядка 200 человек у нас прошло радиохирургическое облучение проанализировано, прошло, конечно, больше. Третье место занимает меланома, так же, как и в литературе по частоте. К сожалению, вот больные с метастазом меланомы, они попали в группу, у которых радиохирургическое лечение было менее эффективно. Если больные эти имели медианную выживаемость около 9 месяцев, то вот больные, скажем, страдающие раком молочной железы, имели медианную выживаемость близкую к 18 месяцев, то есть вдвое больше. То же самое было и при оценке локального контроля. Ну, и, конечно, имея такую картину, мы очень надеемся на помощь системной терапии. Сейчас достаточно много работ появляется на эту тему. Но здесь представлен метаанализ не такой давний. Значит, практически все больные, которые были сюда включены, это больные именно метастатической меланомой. Там было два исследования, в которых попали больные с немелкоклечным раком легкого. Но основное это, конечно, то, что до... Если лучевая терапия проводится одновременно с иммунотерапией, у этих пациентов повышается и общая выживаемость, и локальный контроль, и интракраниальный контроль, и самое главное, что не было получено значимого улучшения токсичности, потому что вот частота радионекрозов 5% это примерно то же самое, что бывает при самостоятельном радиохирургическом лечении. Значит, ну вот здесь вы видите на графике показано, что наибольший получал пользу получали пациенты, получавшие одновременную иммунотерапию с радиохирургическим лечением. Те, кто получал ее после иммунотерапию, после радиохирургического лечения, они были в промежутной группе, и наименьшую пользу получили те пациенты, которые получали сначала иммунотерапию, а потом радиохирургическое лечение. Ну вот, на мой взгляд, тоже интересное исследование, совсем недавно опубликованное. Это анализ статистический, это база данных, это не какое-то одноцентровое исследование, это американская база данных. Они выбрали из нее всех пациентов с метастазами в головной мозг при меланоме, которые получали иммунотерапию. И часть из этих пациентов одновременно получали либо облучение всего объема головного мозга, либо радиохирургическое лечение. И вот на круг у них получилось, что лучевая терапия к иммунотерапии вообще ничего не добавляет. Но когда стали это разбирать более детально, оказалось, что сочетание как раз с террисотоксической, лучевой терапией, тут все в порядке. Эти больные получают, конечно, пользу от такого комбинированного лечения. А вот что касается облучения всего объема головного мозга, у них получилось вообще... Первый раз я такое, по-моему, вижу, что лучевая терапия снижала показатели общей выживаемости. И, в общем-то, это, конечно, не рандомизированные исследования, это ретроспективный статистический анализ, но, на мой взгляд, это говорит о том, что надо, конечно, склоняться по возможности в сторону радиохирургического лечения. Ну, здесь попался мне такой крупный обзор. Собрано очень большое количество исследований с самыми разнообразными комбинациями возможных методов системной терапии и лучевой терапии, даже немножко хирургии там есть, которая в этом исследовании показала прибавку общей выживаемости. Но вот самое главное, что мне кажется, здесь надо показать. Вот видите, самые высокие показатели. Иммунотерапия в сочетании с радиохирургическим лечением, таргетная терапия в сочетании с радиохирургическим лечением. Здесь написано просто радиотерапия, но эти соседние графа с облучением всего объема головного мозга здесь все гораздо грустнее. Ну и, конечно, комбинированная иммунотерапия сама по себе и комбинированная таргетная терапия с иммунотерапией тоже они более благоприятны. Вот это из того же исследования, здесь просто у них другие контрольные точки были избраны. Здесь одногодичный, двухгодичный выживание, видите, тоже та же самая тенденция. И по частоте локального контроля, в общем, то же самое. Наибольший локальный контроль при комбинации иммунотерапии с радиохирургическим лечением и наиболее длительный, это же длинный контроль. И очень перспективно выглядит комбинация радиотерапии с таргетной терапией. Но надо понимать, что все эти исследования, это ретроспективные, как правило, небольшое количество пациентов. Проспективных исследований на тему сочетания лучевой терапии с таргетной терапией и с иммунотерапией их очень мало. Просто единицы рандомизированных исследований, по-моему, нет вообще на эту тему. Значит, и здесь надо понимать, что прежде чем вводить активно в практику такие комбинации сложные, мы должны, конечно, понимать и профиль токсичности, и последовательность всех наших мероприятий. Но вот здесь представлены исследования, одно из немногих, проспективных. Комбинированная таргетная терапия в сочетании с радиохирургическим лечением. Прекрасные показатели одногодичной выживаемости больше 60%. Прекрасный локальный контроль, но, обратите внимание, частота радионекрозов почти 30%. Причем не каких-то там радионекрозов на МРТ, а это симптоматических радионекрозов. В других исследованиях такого нет. Поэтому здесь, конечно, нужны дальнейшие перспективные исследования на эту тему. Но перспектива вот именно в как раз мультидисциплинарном подходе. Значит, ну что касается хирургического лечения, то оно, конечно, имеет, в каких случаях его применяют, уже было сказано, я не буду на этом останавливаться. Само по себе оно, к сожалению, не обеспечивает достаточной безрецидивной выживаемости этих пациентов. Это старая работа, она сделана на больных, страдающих немалкокличным раком лёгкого, прежде всего, но очень чётко показано, что если больной прооперирован и дальше ему не проводится никакое лечение, он очень быстро рецидивирует. Здесь предлагается облучение всего объёма головного мозга, и у больных немалкокличным раком лёгкого это имеет право на жизнь. Недавно появилось рандомизированное исследование третьей фазы по дополнению локальных методов лечения при мелаломе одевантным облучением всего объёма головного мозга с наблюдением просто за этими пациентами. Здесь действительно локальный контроль при облучении всего объёма головного мозга повышался, повышался интракраниальный контроль. Но, к сожалению, то, чего мы хотели бы, а именно снижение частоты метастазов в других частях головного мозга, оно было недостоверным. А локальный контроль получался именно за счёт снижения частоты рецидивов именно в месте операции. И, как результат, облучение всего головного мозга не влияло ни на общую выживаемость, ни на выживаемость без ухудшения статуса, и достоверно не снижало частоту неврологической смерти. Другой подход к послеоперационному воздействию на больных с прооперированным метастазом – это радиохирургическое облучение ложи опухоли. Значит, оно точно так же повышает локальный контроль, но, естественно, оно никак не сказывается на частоте дистантных метастазов. Но зато, если сравнивать облучение всего объёма головного мозга, это, правда, не на меланоме сделано, это сделано на смешанной группе пациентов. На общую выживаемость облучение головного мозга и радиохирургическое облучение ложи влияют примерно одинаково. Но вот если посмотреть на выживаемость без нейрокогнитивных нарушений, то, конечно, в пользу радиохирургии здесь, безусловно, бесспорные данные. Правда, вот в этом исследовании несколько безрецидивная выживаемость была выше при облучении всего объёма головного мозга, но напомню, что это смешанная группа. Я думаю, что при меланоме, учитывая предыдущие данные, показанные этого бы не было. Ну и под конец я бы хотел показать вот этот вот слайд. Это одно из многих исследований, недавно опубликованное, ретроспективное, с умеренным количеством пациентов, одноцентровое исследование. Но, на мой взгляд, оно очень хорошо демонстрирует состояние проблемы на данный момент. Обратите внимание, что мы можем достичь в тех случаях, когда у нас имеет место мультидисциплинарный подход, и пациент имеет возможность получать различные методы лечения. И вот, что мы имеем, когда, ну, по каким-то причинам, вряд ли это по желанию, здесь, конечно, есть определённый субъективизм во всём этом. По какой-то причине, если пациент может лечиться только каким-то одним методом, конечно, перспективы его гораздо, так скажем, менее радужные, чем в тех случаях, когда над ним работает команда специалистов, и у него есть возможность применения нескольких методов лечения. Поэтому мультидисциплинарный подход, вот именно в этом контексте, самое главное. И при меланоме это, наверное, имеет даже большее значение, чем при каких-либо других источниках метастазирования. Потому что действительно появление современной иммунотерапии, и таргетной терапии при меланоме может существенно приблизить этих пациентов к той группе, которая раньше, к той выживаемости, которая была достижима только при более радиочувствительных, скажем, опухолях. Спасибо за внимание.